здравствуйте коллеги приветствую вас на актуальных трендах ул-стрит все как и раньше в 18.30 по москве либо в 17.30 по времени сервера мы с вами начинаем и так буквально минутка приготовления захожу в чат наш с вами если вы меня видите слышите пожалуйста отпишитесь да чтобы я понимал что с трансляция у нас все хорошо так пока подключается чату также напоминаю что самый темальный вариант просмотра нашего курса это именно после того как когда вы зайдете свой личный кабинет да что можно было бы мне что-то написать так в чате пока что активности нету все молчат в эфир мы уже вышли поэтому все мы в эфире и так давайте так посмотрим идет ли загрузка эфира в целом все идет так еще раз напоминаю о том что ожидают вас сообщений так так все молчат наверное звука нету или что так но звук у меня идет поэтому да со звуком у нас все хорошо так коллеги жду ваших сообщений если слышите меня поставьте плюсы так так видите слышите меня пожалуйста дайте знать потому что все отлично наталья не молчите даже не знаю со звуком у нас хорошо или плохо вот возможно трансляция общение идет хорошо отлично тогда со звуком если все у нас хорошо можем начинать переходим в наш с вами мета трейдер и начинаем с него мы работать так начинаем мы с индекса доллара ранее с вами обозначили в течение начала вернее текущей недели обозначили с вами поддержку на уровне 101.75 тире 101 65 до 67 если быть более точным как видите к этому диапазону мы дайте у нас так сказать вчера получилось но закрепиться выше этой зоны у нас с вами не получилось то есть произошло то что мы с вами ожидали мы оттолкнулись от этой зоны и ушли назад вниз на коррекцию в целом как видите у нас здесь сформируется что-то наподобие двойной вершины вот такая же ситуация у нас наблюдалось ранее как видите мы удерживали данную зону и не смогли выше нее пробиться в целом пока что ситуация у нас для доллара немного негативная да несмотря на то что с начала месяца мы безусловно пока смогли показать рост но пока что на теперешний момент мы в нисходящем тренде то есть пока что демонстрируем тенденцию на понижение и пробить наш с вами верхний уровень мы не можем который вот здесь сформировался в районе данных максимумов ценовой диапазон я вам указываю 160 то 100 101.67 101.75 вот это верхняя так сказать такая плита на данный момент которая пока что удерживает доллар от дальнейшего роста вверх переходя конкретно ситуации к евро доллару ранее вчера были свидетелями того как у нас евро доллар выныривает от нашей поддержки назад откатились от всех ранее сформированных наших с вами опционных уровней в целом пока что тенденция для доллара для евро доллара о достаточно положительная в целом стремимся с вами вверх тенденции наверх у нас сохраняются пока что найти на теперешний момент идти вверх мы можем сил у нас хватает как видите минимумы ежедневно добиться к ним мы не можем даже вот ранее сформированным да вот этим вот таким небольшим шипом но максимум как видите сегодня мы успешно обновили и пробиваемся постепенно выше я думаю в целом санжи шансы для роста у нас сохраняются и они будут в принципе ну приблизительно ближайшее время постепенно реализовываться то есть цели наверх пока что у нас остаются идти нам есть куда и шансы на это у нас сохраняются поэтому пока что по евро доллару присматриваемся к покупкам и не более то есть целом евро доллар пока что смотрит именно на рост и тенденции у нас идут на повышение именно по евро доллару но уровне у нас остаются такие же как и раньше вот у нас было с вами у нас с вами ранее сформирована данная область я думаю возле нее если будем опускаться то и думают бить и здесь будет однозначно происходить но сможем ли мы пробиться ниже нее это очень крайне маловероятно поэтому ближайший уровень у нас немножко поднимается выше он находится уровень 05 35 так если так секунд 05 30 если быть более точным давайте его отметим ну то есть ниже него начинается да да я его как 0 524 не слишком далеко то есть целом вот прям тут все зона на она вот так вот усеяна этими уровнями 05 30 в целом нырять как видите мы ниже не должны и в целом вот эта зона как ранее выразился вчера ваш коллега путовая зона дата здесь накоплен огромный потенциал вернее огромный объем опционных контрактов которые в целом не будет я думаю давать идти евро доллару дальше вниз то есть отсюда мы будем отталкивается идти вверх то есть эта зона не будет пускать евро доллар дальше вниз поэтому в нашем с вами случае мы от этой зоны будем присматриваться на покупке естественно сейчас хотелось бы что-то и купить что-то сделать но как видите мы достаточно далеко улетели поэтому в ближайшее время можно использовать вот эту вот поддержку да такую небольшую как технически какой-то момент цена 05 40 то есть как такой ближайший ориентир для формирования позиций на покупку либо если какую-то либо консолидацию здесь устроим то есть флэт про торговку какой-то минимум также нащупаем такой локальный в рамках там часа полторых полтора часа куда можно было бы купить пока что к сожалению я не вижу покупки можно также подкинуть сюда moving и посмотреть что он нам с вами нарисует то есть хотя бы там 15 moving до от которого можно было бы как-то поработать на часовом таймфрейме вот от него можно также под присмотреть покупку то есть где-то возле 05 60 вот где-то вот в этой зоне ну думаю если у вас есть какие-то стандартные наборы moving of от них также можно присматриваться к покупке в целом пока что тренд набирает обороты и силы вверх у нас идти есть ближайшая граница сверху также присутствует не скажу что она столь такая вот сильная значительная но она есть первая граница возле которой мы можем постепенно начинать тормозить наше движение она находится на уровне 1 0 6 15 то есть где-то примерно к данному уровню мы с вами постепенно двигаться в ближайшее время вот где мы находимся можем то есть если говорить о росте то примерно к данной области мы можем с вами ожидать наш рост то есть примерно к данной зоне можем присматриваться на покупки и пока не дойдем до данной области их удерживать то есть первое точка у нас отправная да наш таргет это 0 6 15 в тот момент когда подойдем к этой области будем смотреть по импульсу в целом шансы на пробитие есть то есть но есть до уровень но не скажу что он прям ну незначительный ну вот более-менее за что-то можно ухватиться то есть целом определенные препятствия здесь есть поэтому при подходе к данному уровню можно во-первых стопы очень близко к нему потянуть если будете отходить от компьютеры но если будете в ну как сказать возле монитора да и будете прямо так все держать но прям руку на пульсе да если будете видеть к что мы не сможем не можем пройти этот уровень получается нас пробивает если подойдем и примерно два-три часа торгуемся возле этого уровня тогда можно задуматься закрытие позиции на покупку но если будем будут намеки на пробитие да то в целом есть огромные шансы на то что мы сможем все-таки эту зону пройти и уйти дальше следующая за ней зона будет выстрелить и это зона секунду 0 и так же 060 34 у меня так минутку 06 43 то есть 40 учитывая сейчас это по фьючерсу по споту то есть по форексу это где-то примерно 0 63 35 то есть где-то вот примерно к данной зоне вот здесь точно нужно будет начинать думать о том что позиции на продажу нужно постепенно закрывать то есть первая точка у нас мы отметили ее вторая точка 060 06 35 вот куда мы в целом можем с вами постепенно двигаться две зоны для вас я отметил и цели у нас также с вами отмечены куда можем постепенно идти поэтому на сейчас ситуация следующая ожидаем если будет откат то от него покупки с первыми целями 061 06 15 06 35 из куда мы можем лететь так глазиком смотрю на чат есть вопросы вопросов нету все молчат так шагаем дальше по фунту ситуация как и раньше нижний уровень поддержки у нас не изменился ну может быть сместить его можем немножко выше давайте я посмотрю у себя где-то на пару пунктов есть смысл поднять но не более то есть целом он остается пока что как видите удерживает себя а мы немножко можем подтянуться выше ну так сказать незначительная поддержка есть на уровне 2461 то есть по фьючерсу у нас это будет где-то 24 на 56 вот где-то наша цена уровень такой ближайший я не скажу что он вот просто бетон но как первый один из вариантов можем посмотреть на него но не столь такой вот убедительный лично для меня если бы покупать то раньше и вот от нашего с вами уровня в целом достаточно хорошо себя показал как видите очень хорошо отрабатывал себя ранее вот от него мы несколько раз отталкивались и уходили вверх продажи продажи я думаю что они стоят задумываться немножко выше чем 25 фигура а именно хотя бы от цены 25 где-то 45 то есть немножко ниже наш ориентир нужно спустить то есть 25 45 вот ближайшая зона от которой можем с вами смотреть продажи то есть раньше я думаю вот этот хай также будет сбит 1 хай вчерашний мы успешно сегодня проходим вершину видите мы сшибаем сейчас по фунту я думаю в целом если смотреть на продажи то они возможны будут от цены 25 45 то есть не раньше следующий за ним уровень у нас идет более-менее так сказать за что можно ухватиться это уровень 2615 то есть где-то и еще выше а туда лететь нам еще очень далеко но я думаю этот уровень 1 так сказать ориентировочный у нас остается но там уже выше 26 фигуры уже так сказать на очень далекий горизонт до сейчас что более-менее в теме это вот наш ближайший уровень в целом объем но такой более-менее нормальный здесь у нас стоит в целом я думаю если будет подход от него можно присматриваться к продажам с не раньше пока что в рынок не власти не пытайтесь шортить фунт у него еще силы есть по динамикой волатильности мы открывались сегодня с вами по цене 2447 прошли 70 пунктов давайте вспомним что нам показывает авточертист в рамках волат дневной волатильности ну как минимум помните то что авточертист дает минимум ну в свои хорошие дни не то чтобы минимум порядка одной фигуры движения поэтому в целом вот этот вот рост в целом он может продолжаться так давайте смотрим по авточертисту сегодня у нас с вами четверг и в четверг мы показываем где-то сто пятнадцать пунктов открылись мы сегодня по цене 2447 прошли 70 пунктов то есть в целом как раз таки вот 2545 это и будет наш опционный уровень а немножко выше за ним как раз таки будет наша зона границы волатильности то есть 2560 вот примерно вот начиная от отмеченного ранее нами уровня можно присматриваться к шартам так шагаем дальше то есть целом картина ясна тренда по фунту нету поэтому все как и раньше нижний уровень верхний уровень на этом как бы все выше куда-либо пока что мы ну отстрелить думаю этот уровень будет удержан вот но в целом как раньше он говорил что у нас то что наподобие треугольника формирует сквете минимум и все время повышается максимум и также снижается то да вот в целом максимум снижается и от вроде бы у нас как раз таки реализация этого треугольника происходит вот чисто технически на вот и вот вот мы вылетаем вверх до с этого треугольника и движемся туда сторону тренда постепенно дальше 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 вверх поэтому целом я думаю что шансы на то что мы вот прям вот ну полностью реализуем эту фигуру 220 пунктов от в их ну выхода здесь как такового нету давайте посмотрим да ну по технике техники то есть лететь здесь можем выше то есть даже до второго опционного уровня где-то здесь у нас находится поэтому в целом от этого уровня внутри дня можно смотреть продажи я думаю они будут оправданы там 10-15 пунктов стоп стоп в самый раз в целом для нас будет так так все молчат хорошо так шагаем дальше так сегодня по просьбе трудящихся отметил уровни от которых можно присмотреть покупки в валютной паре доллар иена уровень находится у нас ниже уровень нас 1227 ну как видите он у нас и ранее был отмечен у нас даже не то чтобы уровень а здесь отмечен целый диапазон от которого можно присматриваться к покупкам как видите он достаточно далеко у нас находится лететь к нему еще достаточно так сказать не маленькое количество времени что интересно что мы в целом думаю вот это снижение отработаем и после этого уже можно будет смотреть на позиции на покупку наш ранее старый опционный уровень себя хорошо показал 13 58 мы успешно удержали вот даже несмотря на то что был небольшой заход за него порядка то 20 пунктов мы сделали на чем акцентирую внимание что когда пользуемся опционными уровнями дополнительным будет интересно добавлять к этому всему авточертиз то есть границы волатильности которые вам помогут более точно зайти сделку потому что вы нас топов никто не отменял да и в целом авточертиз как раз таки с помощью статистики сможет помочь вам отсеять лишние так сказать шумы рынка и дополнительных там десять пять десять пунктов я думаю вам в карман лишними не будут поэтому при подходе к данному уровню а конкретно именно к цене 1227 давайте его немножко сократим потому что начнете покупать слишком рано вот диапазон когда заходим данную зону это означает что приоритете покупки что вы должны сделать дальше вы должны просто поставить авточертиз и посмотреть где ближайшая граница волатильности от которым от которой можно было бы купить вот и максимально близко к ней нужно позицию сделать можно сделку разбить на две части то есть если руки чешутся там половинку а вторую половинку от границы волатильности в целом ну идти мы можем как минимум к зоне 1358 в целом шансы остаются на на полет к данным данной вершине пока что ранее с вами смотрели по позициям крупных участников буквально несколько эфиров назад можете пересмотреть наши записи вроде бы насколько я помню вчера или позавчера как раз смотрели что по валютной паре доллар иена но здесь в общем все настраиваются на покупку да но полностью еще не готовы мы к покупке но этот процесс постепенно подходит фазе завершения поэтому в целом если в дальнейшем но больше спекулянтов так сказать на продаются валютной паре доллар иена в целом шансы на выход вверх у нас есть но пока что пока что вот наш уровень удерживается но он еще не ну еще поход на верха не готов то есть мы еще вот возле вот этого уровня подтолчемся будет отскок немножко отпрыгнем покажем какую-то хорошую динамику но то чтобы мы пошли дальше успешно вверх вот прям завтра я думаю нет пока что тренда нету поэтому пока что мы ловим такие небольшие скачки и торгуем больше так сказать диапазон на да то есть от одному опционному уровня к другому по австралийскому доллару мы пробиваем свою брешь 077 фигуру посмотрим чем сегодняшняя динамика закончится показали очень хорошие мы толчок верх на данный момент я конечно же больше настроен на то что здесь нужно продавать продажи вижу самых накапливаю вот этот весь вынос который у нас сейчас происходит ну не более чем вы нас стопов считая давайте посмотрим что у нас по опционным уровнем на данный момент имеется так открываем валютную пару австралийский доллар если есть вопросы пишите ранее также если виталий нас смотрит наш участник который также от пользуются подобными подходами вот говорил нам вчера не даст мне соврать что опционный интерес опционный интерес открытый уходит с австралийского доллара его постепенно начинают продавать и вот эти все попытки выхода вверх это просто дополнительная замануха для покупателей чтобы их постепенно закидывать дальше в тренд вверх на сегодняшний момент по австралийскому доллару давайте немножко удалю пьем так что мы имеем значит по позиция на продажу вот ближайший у нас как раз таки будет так секунду уровень так давайте время трансляции добавлю так 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 я хочу просто сейчас более точный уровень вам сказать по фьючерсу это будет 077 15 но поскольку у нас форекс нам нужно немножко значение это увеличить соответственно по нашим с вами данным это будет плюс три пункта и выходит 077 18 до первый уровень мы успешно пробиваем следующий за ним 077 077 25 износим с 728 вот давайте отметим эти уровни посмотрим как они будут отрабатываться вот 077 15 18 вернее вот первый уровень и второй уровень 077 так 28 вот мы стоим очень близко к данным диапазона и и следующий за ним уже очень высоко находится 077 44 где-то 48 следующий опционный уровень то есть целом я не думаю что на сегодняшний день сможем мы закрепиться выше данной области вот так такие попытки имеются но я думаю здесь толпу поразводят потолкаемся мы наверх попробуем туда закинуть рынок вот как видите ранее такое у нас очень часто происходило толкали мы туда но шпильки такие давали выбросы да так называемые но я не думаю что они увенчаются в дальнейшем успехом поэтому в целом отсюда также вижу продажи с текущей уровне которые мы с вами отметили давайте старый удалим так вот как видим пока что уровень у нас остается 077 28 ближайший следующий под ним это 077 15 вот сможем ли мы толкнуться выше я думаю что пока что можем повыбивать лишних игроков но в целом пока что ну да лучше я думаю рассматривать позиции на продажу но к этому все идет выбивать стопу вверх могут да пока пока тенденция негативная то есть я думаю что в целом пока что это заманивание сюда покупателя об которому можно будет потом успешно снижаться идти хорошо вниз так все молчат хорошо так идемте дальше по золоту тенденция у нас положительная об этом говорю на каждом нашем эфире по золоту только повышение только вверх как видите мы это успешно показываем минимумы не дадут мне соврать они каждый день повышаются и все выше и выше идут сегодня пробили нашу ближайшую опционную зону которая была нашим первым барьером буквально несколько часов назад примерно в два часа дня то есть около четырех часов назад этот уровень провели видите достаточно хорошо мы прыгнули вверх порядка 9 долларов движения показали вот что мы имеем на сегодняшний момент тенденция на повышение и на рост она будет по золоту продолжаться и пока что она ну дальше я думаю будет идти и вряд ли в ближайшее время будет будет изменяться в ближайшие уровни ну как и раньше у нас оставался 1224 по вчерашним торгам думаю исходя из сегодняшних вот это вот это вот движение мы свое мнение рынок в частности изменит вот по ближайшим опционным уровнем которые могли бы нас останавливать это первый уровень 1250 вот от него можем смотреть какие-то продажи и первый ориентир так сказать для себя брать этот уровень будет даваться нам достаточно сложно возле него можем к определенную поддержку ощущать да я не думаю конечно же что сможем вот так прям за раз мы его пробить но все же шансы остаются тренд у нас пока что имеет идет на повышение безусловно возможно может произойти ситуация что до конца дня мы его будем там цеплять чесать бочиной да так сказать поэтому если будет подход от него сегодня можно присматриваться на продажи цели ну буквально 2-3 бакса можно будет взять по золоту стоп тоже там сильно огромный не ставьте там полтора доллара в целом вполне будет достать даже думаем это будет много то есть доллар в целом будет достаточно вот ну дополнительно поставьте авто черти чтобы он нарисовал он границам волатильности от них уже будем смотреть и заходить как видите у уровень наш успешно сегодня пробили возможно коррекция но в целом тренд у нас положительным мы идем на повышение и целом пока что у золота с шанса хорошие но от этого уровня ситуативно можно поработать на продажу покупки достаточно далеко находятся если будет новые данные уже завтра посмотрим где можно произвести покупку сегодня очень высоко с вами улетели так поясом пипецов что у нас на сегодняшний момент на сегодняшний момент давайте посмотрим как мы открывались с вами где и как мы торгуемся значит открывались мы по цене давайте посмотрим вчерашний наш паттерн как у нас что у нас получилось вот да мы вчера в целом хорошо себя показали вот когда мы общались до видеть уровень мы удержали вот в этой точке вчера к нему мы не подошли вот такую шпильку вниз давали да но в целом закрылись в положительной зоне уровень открытия мы вчера с вами удерживали то есть целом наш паттерн вчера отыграл мы как раз таки говорили о том чтобы купить в этой точке давайте посмотрим что на сегодняшний день на сегодняшний день открылись мы по цене 2368 но безусловно улетели уже с вами очень далеко поэтому покупки здесь быть не продажи вернее здесь быть не может уже достаточно далеко вниз ушли поэтому паттерн сегодня не реализуется по нас даку какая она ситуация давайте посмотрим где мы торгуемся открылись мы с вами сегодня по цене аналогичной которая была сформирована по индексу по s&p 500 открылись с вами по цене давайте также покажу вам по цене 5360 взяли мы даже не подходили к этому уровню в целом сегодня плавное движение вниз снижаемся я думаю это хорошо достаточно уже но с нас роста да видите как мы сегодня улетели вниз сцены 500 не так конечно же сильно валится да но в целом вот эта коррекция я думаю в ближайшие дни сможем опять начинать покупать в целом то что сейчас есть достаточно хорошо для нас дака и s&p 500 вот эти вот откаты вниз будем с вами дальнейшем используя для формирования покупок я думаю ближайшую зону поясни пи мы можем обозначить зона 2350 целом не виднеется хорошая такой отправной точкой от которой можно будет постепенно начинать закупаться по нас даку нашу зону покупок мы пробили поэтому более низкая у нас находится на уровне 5288 если будем подходить к ней на можно опять же присмотрится к покупкам то есть где-то примерно с этой зоны смотреть покупки если в ближайшее время дадут цену очень хорошо но а второй момент с чего стоит ориентироваться я думаю что на сегодня еще можем спускаться вниз а завтра уже или с понедельника начать постепенно откупать этот нас дак и формировать позиции на покупку дальше вверх так давайте вернемся к нашей нефти на сегодня мы опять подлетали к нашему ранее сформированному уровню 5480 прям в него мы бьемся вот только что гэпом таким вот открылись вчерашние торги у нас сегодня у нас дайте вспомню если данные по запасам нефти давайте не буду вспоминать зайду в календарь так вопросы если есть вопросы пишите если есть позиция буду рад так давайте посмотрим что у нас сегодня есть по нефти так по нефти да есть запасы буквально в течение нескольких часов будут они данные на так давайте изменим в запасы будут вот прям сейчас будут запасы давайте посмотрим что у нас выйдет буквально минута до чтобы нефть куда-то пошла думаю этот уровень мы будем удерживать давайте посмотрим как мы что мы торговаться так буквально минутка у нас осталось к выходу данным так вот сейчас данные у нас будут этот уровень у нас удерживался я думаю в целом но максимум куда мы можем прыгать 55 30 посмотрим что нам сейчас будет по данным что прогнозируют аналитики аналитики прогнозируют что в целом все будет хорошо то есть запасы уменьшатся соответственно нефти станет меньше то есть ее используют вот в целом данные по нефтепродуктам вышли так запасы у нас все ну так посмотрим как мы будем колебаться как этот уровень мы будем удерживать так что у нас по данным по запасам в прошлом месяце у нас было запасов 9 миллионов 500 прогнозировали 3 миллиона 3 миллиона 47 запасы сейчас 056 то есть прошлого на прошлой неделе запасов было 9 миллионов сейчас 05 то есть означает что нефти с хранилищ выбрали больше то есть спрос на нефть есть вот прям как текущей неделе если есть спрос на нефть то для нефти это хорошо то есть целом для нефти это положительный сигнал да и из-за этого она может немножко подрасти вот видите что она сейчас и делает но встречает сопротивление в рамках этого уровня но ситуативно можно присмотреться к продажам да если будут закидывать можно присмотреться на продажу сделки ну буквально 5-10 минут подождем посмотрим как будет развитие как возле этого уровня мы расторговываемся вот и сможем ли мы его пробить так шагаем дальше поэтому сейчас можно присматриваться к продажам первая точка первая так отправной пункт у нас в целом с вами достигнут можем сегодня откатить даже несмотря что данные очень хорошие посмотрите мы показали с прошлой неделе рост с девяти с половиной миллиона порядка девять миллионов баррелей нефти мы с вами вытащили 9 миллионов я точно не помню чего не буду вам брать но вот или кубических метров или баррелей нефти вы точно не помню но запасы в итоге мы видим что сократились начать что нефти выбрали больше но именно значительный период то есть не то чтобы больше больше чем прогнозировали аналитики то есть положительный сигнал но как видим нефть на это очень слабо у нас реагирует и не очень сильно хочет прыгать вверх шагаем дальше евросток видите бьется в наш с вами ранее формированный уровень пробить уровень мы не можем открываемся с открытия давайте посмотрим наш с вами паттерн как мы расторговываемся открылись мы сегодня да мы буквально в поддержку сегодня в сопротивление вверх вступили и возле него весь день торговались ведь и пробиться возле него мы не могли целом хорошая ситуация хорошая динамика я думаю ситуация по nasdaq у которая сейчас происходит она утащит и даст евростоку постепенно снижаться потенциал на снижение здесь есть но как минимум к цене на 3280 я думаю мы сможем спокойно снижаться то есть текущих уровней видите нам не сильно там и вот отсюда даже мы с не сильно отсюда улетели даже с текущих уровней можно смотреть на покупку первая зона у нас 3280 стоп правда будет такой немаленький да у нас 120 пунктов 90 20 пунктов 19-20 пунктов примерно дать это вот зависимости от того как хорошо вы войдете в целом уровень наш отработал то что мы с вами говорили в целом дальше снижаемся пока что евросток на на продажу опционный уровень по дасту также хорошо себя показывает не смогли пробить поддержку в 12000 snp 500 уже развернулся в целом dax также думаю постепенно за ним пойдет посмотрим как будет развиваться динамика если завтра в целом в рынке поддержит падение всем да я думаю дакса есть шансы спуститься к минимуму к 11 800 и оттуда мы его уже будем ловить на покупку не раньше то есть целом пока что увидите наш уровень хорошо себя показал давайте посмотрим по и боксу ранее сформирован уровень был у нас 96 2 0 его мы не взяли сейчас я лично считаю что мы находимся в середине диапазона и говорить о каких-либо сделок я думаю еще очень рано потому что находимся мы с вами буквально в середине и не высоко и не совсем низко и вроде бы и купить рано и продать поздно поэтому в целом сделки здесь быть и не может поэтому дожидаемся подхода какому-либо уровню оттуда уже торгуем пока что высосать пальца больше вам не могу так по нашему франку друзьям из франции что мы имеем но пик мы не взяли даже к нему не дошли который был 15 февраля сформирован и ранее этот пик был основан еще в начале текущего года вот этот вот импульс который был данен здесь нашли мы сопротивление определенные от него мы сегодня это прошлый раз отталкивались как видим на текущий момент у нас постепенно минимумы нах начинает идти все ниже ниже предыдущего я думаю от ближайшего такого минимума можно и посмотреть на продажу 4915 вот одна из первых целей от которой можно продавать сейчас я конечно же был бы более нацелен именно на продажи первое так сказать . куда мы можем смотреть это так давайте более ясно покажу вот таким вот образом так вот первая точка куда мы можем с вами идти то есть если будет откат к данной области можем с вами смотреть позиции то есть от от цены выше 49 2 0 можем смотреть продажи то есть где-то вот выше текущие 49 5 давайте вот вот выше 49 можем смотреть крайняя цена 4915 ближайшее сопротивление цели 48 60 где-то в область вот этих минимумов которые были ранее целыми думаю ближайшее время сможем туда пойти поэтому также франция как и все остальные фондовый индекс смотрят на продажу но если под акцию стоп здесь 70 пунктов то по франции стоп уже 25 по евро стоку стоп еще уже 16 да то есть поэтому если будет откат можете либо тот либо тот индекс ность кто более лучший откат будет давать формировать позиции на продажу форте стоит в во флете минимумы у нас здесь были найдены поэтому работаем от них я думаю если будет подход к ним можно в ситуативно посмотреть позицию на покупку небольшую конечно же небольшим объем чекам но прикупить можно будет как видите мы здесь успешно держим наши с вами уровне такой даже шуток какая-то тенденция формируется до небольшая я думаю что вот этот вот эту зону 72 70 можно от нее присматриваться к покупкам максимум ранее мы обозначили 7320 если будет к ним подход от них можем присматриваться на продажу так в целом по фонде и по сырью все давайте посмотрим ой смотрите как мы хорошо работаем как раз таки говорили о нашим с вами уровне удержали видите его все таки не улетел наш наша нефть с этих уровней ушли мы дальше вниз на так я думаю в целом до конца дня покажем небольшое снижение как минимум 49 20 49 30 сюда в сторону открытия будем постепенно плавно падать в целом на сегодня у нас все до фунт зреет сергей полностью с вами согласен но еще рано продавать смотрите я же говорил хана еще продавать так подошли к первому опционному уровню давайте посмотрим куда еще можем лететь с вами как видим помним с вами что 10 стоит 100 пунктов не предел для фунта как минимум там где-то 115 куда можем с вами улетать вот куда мы можем с вами улетать вот 115 пунктов на сегодня можем давать то есть это в целом нормальное движение для фунта в четверг и максимум можем показать 140 пунктов до фунт он волатилен достаточно вот забросить его может могут прям аж к цене 2588 поэтому будьте аккуратны и осторожны говорю что вот крайняя точка севера у нас находится здесь граница волатильности так нормальная уже до 2562 в данный момент мы находимся на опционном уровне я думаю его удержит из завтрашнего дня либо максимум закроется немножко выше и уже завтра будут перебивать этот уровень вот но в целом пока что вот видите торгуемся мы немножко с повышением по евро доллару стремительно движемся вверх до растем первая . у нас находится на 61 14 2 60 0 6 35 в эту зону мы можем с вами идти так на сегодня у меня все для вас был рад вам вещать если есть вопросы задавайте напоминаю что все мои обзоры и трансляции вы можете смотреть в ю тубе все доступно все можете пересматривать по несколько раз задавать также вопросы прям туда в чат я смотрю мониторы у готова отвечает ну не там в рамках того что там где-то неделю назад выкладывал видео а вы потом посмотрели к примеру через неделю вот это же видео что-то пишете то есть максимально близко ран чем раньше я опубликуете больше шанс то что буду отвечать либо пишите на почту в разделе преподаватели я также есть буду рад с вами общаться так ожидает вас вопросов буквально две-три минуты для тех кто смотрит трансляцию ю тубе на сегодня все сейчас серия вопросов ответов коллеги ожидая их от вас сегодня вы немножко молчите вчера конечно же диалог был более связь по свежая так сказать сегодня у нас исключительно монолог с вами вот так даже наталья молчит хотя она у нас активно до дама так сказать вот вопросов нету так хорошо тогда буквально минута две если есть смотрите если у вас есть вопрос просто поставьте в чат плюс чтобы я понимал нуждать или нет да потому что очень у нас долго идет трансляция вот и в момент вот этой вот задержки которая происходит могу вовремя вам не ответить поэтому скидку на это также делаю поэтому если трансляция немножко долго идет так сразу же пожалуйста вписывайтесь если есть вопрос так не плюсов не минусов хорошо тогда целом на сегодня все был всех рад вас видеть хороших вам сделок прибыльных сделок меньше ловите лосей на сегодня все всего вам доброго до свидания так минутку наталья что-то какой-то вопрос дает до записи не все то есть эта политика компании обзоры клубные дни до именно наши семинары нет то есть они в записи не идут так что так хорошо тогда был рад сегодня всех вас видеть в ю тубе есть обзоры в том числе смотрите ищите что-то новое на сегодня все был рад для вас вещать максим парковников всем хороших сделок дальше завтра так же как и все дни актуальный тренд эл-стрит в то же время жду всех вас всего доброго до свидания